Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий персик. Не забудьте подписаться. Сегодня мы готовим самую обычную классическую французскую мерингу. Она нам пригодится как раз для того, чтобы украсить верхушки наших куличей. Главное в этом рецепте взять одну часть белка и две части сахара. То есть, например, если у вас 100 грамм белка, то мы берем 200 грамм сахара. И мне кажется, что лучше использовать все-таки обычный белый сахар, никакую не сахарную пудру и лимонный сок, лимонную кислоту добавлять не обязательно. Главное, чтобы у вас был хороший мощный миксер, которым можно минут 10-15 без перерыва взбивать мерингу. Будет замечательно, если у вас уже есть кулинарные кухонные весы. Они вам пригодятся не только для этого рецепта, но и для многих других, где нужно отмерить точное количество ингредиентов. Для меринги нам нужно отделить белки от желтков и постараться делать так, чтобы желток не попал в чашу с белками. Говорят, что если какая-то часть желтка попадет в белок, то меринга не получится, но на самом деле это не так. Если у вас хороший мощный миксер, то все будет прекрасно. Мы возвесили с вами белки и теперь нам нужно взять ровно в 2 раза больше сахара. Именно для этого нам и нужны кухонные весы. То есть, на 100 грамм белка мы берем 200 грамм сахара или на 60 грамм белков берем 120 грамм сахара. Умножайте сахар ровно на 2. Теперь выливаем наши белки в чашу миксера и взбиваем на максимальной скорости до того момента, пока белки не побелеют и не станут пышными. После этого начинаем частями добавлять сахар. Используйте именно сахар, а не сахарную пудру. Лимонную кислоту, как я уже сказала, добавлять смысла нет. Здесь обратите внимание на два момента. Миксер должен быть по-настоящему мощный, потому что взбивать белки с сахаром мы будем примерно 10-15 минут. Кроме этого чашу миксера и венчики должны быть хорошо обезжирены. Просто помойте хорошим средством для мытья посуды и все. Ничем дополнительно протирать их не нужно. Мерингу можно взбивать до состояния твердых пиков, но я решила сделать ее немножко жидкой, чтобы она чуть-чуть стекала с кулича. Мне так нравится больше. Если повзбивать еще минуты на 3-5 подольше, то меринга будет прям очень-очень густая и стекать с кулича не будет совсем. Теперь просто наносим нашу мерингу на остывший кулич и даем ей высохнуть при комнатной температуре. Хранить такую мерингу надо в холодильнике, потому что здесь есть сырые белки. Вот такая меринга у нас получилась. Она очень простая, гладкая, блестящая и вкусная. Если хотите, ее можно немножко подсушить в духовке или просто намазать тонким слоем на кулич, и она высохнет при комнатной температуре. Но не забывайте, что это меринга из сырых яиц, поэтому срок годности такой меринги ограничен. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.